Доброго времени суток! Дорогие друзья, с вами Рухаб, микрофон на Тиксас, и у нас второй матч, второго игрового дня в Азии, и встречаются у нас такие команды, как Orange Tearing и Action Arena Pro Team, в общем, Action, точнее не Action, а Action Arena получается, название. Всегда думал, что Action, но оказалось, что это не так. Ну да ладно, положение команд по сетке я прочекать не успел, так уж получилось, что я немножко с расписанием оплашал, матчи у нас идут один за одним, я думал, что я открываю сегодняшний игровой день, но получилось, что день открыл у нас уже джем, так что у меня далее идут три матча, и я немножко оплашал, и чуть ли не успел, вернее, чуть ли не пропустил матч. Ну, давайте смотреть на стадию пика банов, я, в принципе, порой сейчас открыть ее статистику по этим матчам, потому что не успел подготовиться как нужно, вернее, как обычно я это делаю. Ну, и как я вижу, Мирана залетела в пик. Ну, и я слышал информацию, что Мирана, вернее, даже не информацию, а статистику, что Мирана в Азии залетает один раз, даже три раза из стакар, и как-то не самый ходовой герой. Хотя вчера на Америке она была, и комментировал я для вас матчи квалификации Европы, как раз еще открытых квалификаций, и там на Миране и Каипе исполняли очень грамотно, и после Мирану пикали. Так что у нас это ходовой герой, как мы видим, в Азии она тоже залетает. Ну, и Doom, Oracle, Beastmaster для Orange, Венга, Бэтрайдер и Мирана у нас для команды AA, ну, или AA, не знаю, как будем их называть, посмотрим, в принципе, внутри игры на их лого короткое, тогда уже определимся. Ну, и давайте я сейчас найду статистику. Orange, Вичдок, разлетает, хотя стадия пика у нас довольно-таки быстрая, как я видел, времени было всего по минуте, так что за что-то команду-то наказали, так что, возможно, и не пригодится пока нам статистика на этот матч, но все равно я немножко посмотрю. Ну, вот самые популярные герои это Венган, Дарксир, Спектра, ОД, Фурион и Леон. В принципе, из этих героев не может залететь только ОД, потому что вы слишком понерфили, но вот Венган залетает, кстати, вот сыграли у нас, нет, у нас сыграли как раз-таки Оранжи, но не 10 игр. Ну, и, кстати, вот из популярных героев прошлого патча никого особо-то и нет. Ну, и, кстати, среднее время игры 33-39 у Оранж, а какое, интересно, время у нас у команды Экин Арена. Экин Арена играют 33-46. В принципе, среднее время игры примерно одинаковое, так что, ну, 30-ая минута, да, это довольно-таки активная игра, это не такой глубокий лейт, глубокий фарм. Так что, я думаю, бои будут еще тем. Ну, и Спектра залетает, как раз-таки у Оранжи Спектра тоже входит в топ популярных героев, правда, 7 пиков и Венрейт 29%, так что вот популярная, но не заходит. И как раз-таки у нас на ней играет Соникс. Ну, у него тоже кто-то не ладится на Спектре за карьеру, вернее за карьеру, а за прошлый патч, за последние 3 месяца патча. Сыграл он 8 игр и Венрейт 37%. Маловато будет обычно, ну, когда герой залетает часто, Венрейт повыше. Если он популярный. Ну, Спектра не заходит, хотя ее все равно продолжают брать. Ну, и, кстати, у нас играют за Дайер Оранж, Венрейт у них за Дайер равен 50%, за 8 карт, ну, вернее, да, за 16 карт равен 50%, ну, а 8 игр они сказали за Рейдиант и Венрейт тоже 50%. Ну, и, кстати, у них Венрейт за 24 карты 50%. В общем, такая вот команда стабильная. Не туда, не сюда. Ну, и Бруда вместе с Unlocker отлетают на последнюю стане, в принципе. Ну, баны мы видим, не буду их озвучивать. У нас уже очень мало времени осталось до начала игры. Ну, вот Спектра, Вещдоктор на четвертую стадию. Ну, и давайте все-таки посмотрим, что там у нас еще имеется. Ну, вот, Экон Арена слабы против Unlocker и Дума. Венрейт очень слабый, как видим, против них взяли Дума первым пиком. Так что нужно будет что-то исправлять, потому что за прошлые 4 карты в прошлом патче, когда они играли против Дума, они выиграли всего одну. Ну, это маловато будет. Ну, и Пак в итоге залетает на роль Мидера у Орэндж. Ну, и что осталось Экионом? Нужен Керри, по всей видимости. Хотя, возможно, Эмирана будет Керрием. Так что, может быть, и Мидер. Пока не ясно. Но времени мало, так что мы скоро уже узнаем. И уже начнем с вами наблюдать за этим Best of 2 противостоянием. Конечно, было бы неплохо сейчас найти сеточку. Быстренько почекать, что у нас там происходит. Ой, клак вверх, да ладно, как же давно я его не видел. Вот это вот будет интересно. Сейчас я быстренько еще найду сеточку. Вернее, даже не сетку, а положение в группе этих команд. Да, хотел подготовиться. Думал, у меня сейчас есть полчаса. Я сейчас все успею. А не тут-то было. Тут уже матч сортанул. Как раз таки благо не прогрузился какой-то из комментаторов. И я успел ворваться в лобби уже на второй запуск. Ну, и что у нас тут в группе происходит? У нас играется сейчас группа B. Ну, и Экономарена находится внизу группы. У них счет 0-1-2. То есть 0 побед, 1 ничья, 2 поражения. Ну, и в то время имеют у нас терринг. Они же Orange 2-0-1. И меня дропают. В начале игры это норма. Мне в Америке вчера тоже дропало. Мы, кстати, терринги играли у нас вчера против кого? Так, сейчас разобраться с сеткой. Было бы очень классно. Против Минески играли. Проиграли 2-0. И 2-0 выиграли команду Warriors Gaming. И 2-0 выиграли команду Next Generation. Ну, и вот, в общем, неплохо смотрится сетка. В краске 0 ничьих. Это хорошо. Конечно, есть одно поражение против Минески. Но если сейчас тащить, и даже ничья их устроит, в принципе, ну, понятное дело, нужна победа. А вот Аки. Давайте будем зайти их раз Ака. Наверное, так будет правильней. Ну, в общем, им нужна победа, потому что уже поражений достаточно. Побед еще не было. Есть одна ничья. Но ничья тут их даже не устроит. Ну, что, смотрим, кто на ком играет. У нас Ака. Команда. Будем так ее прозывать пока что. Или АА. Ну, посмотрим. Посмотрим. В общем, игроки у нас на Винге. Fly Solo. Классное имя. У нас есть игроки Fly Solo в СНГ. Сворвал, своровал. Ладно. Кимбар Лу у нас на Клокверке. И Сахан у нас играет на Вишдокторе. Габи у нас на Миране. И Гэ у нас на Бэтрайдере. Возможно, это год. Под фейком зашел поиграть за Азию. Ну и Айс у нас играет за... Вернее, на Думе. Соникс у нас играет на Спектре. Линк на Оракле. Яматех у нас на Паке. Ну, Инджей у нас на Бестматере. Ну да, все-таки тут есть никнеймы, которые мне знакомы. Айс я помню. Линга я помню. Яматеха. Ну, я думаю, вы даже... Даже вы слышали. Зрители, которые... Парижа смотрят. Азиатский дивизион все-таки... Такой вот ник неизвестен. Хотя, возможно, я что-то путаю. Сейчас про Сони. Яматеха это какой-то старый игрок. И просто сейчас так само назвался. Может, что-то есть не перепомню. Ладно. Не буду вспоминать. Информацию найти я не успел. И... Ну, фактически проснулся я минут так 20 назад. Думал, матч у меня будет через час. А получилось, что... Уже через 15 минут. Ну, вот Клакверк стоит Коги. Что у него было в патче? В патче увеличили рейндж отталкивания Ког. Видим, сейчас отталкивать не получилось. Кстати, неплохо так размяли у нас Клакверка. Ну, и нужно будет уже Сальву есть. Потому что ХП потерял уж слишком много. Что у нас в минуту происходит? Пака потихоньку нажигают. Пака убил уже 4-х крипов. Кажется, поворот очень медленный. Но все равно он справляется. С Ласхитом Бэтрайдер тоже пошел уже под Ласхит 5-х крипов под вышку. Ну, кстати, довольно интересно, как получилось, что... Часть крипов здесь, часть крипов здесь. Все-таки Пак там при помощи арба переклинул. И вот у нас так вот поперемещались немножко. Подформили. Ну, и вот Бэтрайдер потихоньку-потихоньку настреливает по Паку. Но все-таки Пак умный. Пак купил себе сразу в рейсбен. Так что он заряжается. Ну, и со стиками можно будет неплохо так-то сыграть. Потому что заряда уже 12. Максимальный заряд это 15. Так что вот можно это будет классно как-то забудить. Мы видели часто, как обузятся фаеры. Стики, ну, в принципе, давно уже такое происходит, такие обузы. Ну, и выжить, конечно, можно очень красиво. Именно все размансить, рассчитать. И сделать какой-то важный фраг для своей команды. Ну что, вторая минута. В принципе, у нас нету каких-то перемещений. Пока просто фармят. Как мы видим, Мирана стоит на изилейне. Билл стандартный, я думаю. Мирана во всем мире одинаковая. В принципе, как и Алхимик. Алхимика мы тоже видели. И на Европе уже, и на Америке был он одинаковый. Вот, правда, Ластилер в Америке не совсем стандартный. Он собирался по билду как раз-таки Алхимика. Был у него и Армлет, и Радик, и Актарин, и Монтостайл, и даже Травела. Но билл был странный. Как раз-таки это была первая покупка Лайфстиллером Актарина. Вообще за историю. И вот у нас отличаются вот такие рекордами такими, странными, эти квалификации. Потому что и на Морфе был куплен первый Актарин в истории где-то ночью. Я это, конечно, проспал, но я прочитал это в Твиттере. Так что вот, интересные моменты. Не знаю, чем это обусловлено, но довольно-таки забавно. Ну и, кстати, я смотрел там статистику по дутам бафу. Как раз-таки по пикам региона, как раз-таки по пикам общим. Так что у нас вот с самыми востребованными героями топ-3. Это Дум на первом месте. Вообще безоговорочно, там 63 комбинированное показатель. Как раз-таки 39 пиков и 28 манов. Так что Дум популярный герой. Да, и, в принципе, во всех регионах он залетает. Ну а на втором месте Бистмастер. 57 Алхимик разделяет второе место. У него тоже 57 пикабанов. А после идет Энчандрос. Это уже третье место будет. Так что вот такие у нас герои сейчас в моде. Ну и, в принципе, по регионам. В Америке у нас самый популярный герой. Это Бэхам. Что у нас в Азии. В Азии это Дум. Как раз-таки вот Дум у нас и залетел. В Европе тоже Дум. 18 пикабанов. Ну и в Китае Бэхам. В общем, Бэхадум это два самых таких востребных героя. У нас у нас теперь Ферстблат. И там даже размен произошел. Немножко я отвлекся. Не ожидал, что Клофер как-то прям загрессирует. Подвышка сделает ФБшечку. Ну, неплохо сыграно. В принципе. Потому что вот. Латскит у него хороший. Конечно, да. Фраг Спектри отдал. Но все же убил. Он героя на Ферстблат. Так что для него неплохой такой вот. Будет буст. Да, я не успел сделать никаких анонсов даже в своем паблике. Я только успел закинуть в Твиттер. И то закинул заранее. Думал там подрублю. Через час я подготовлю. Все будет классно. Но не получилось. Так что я сейчас, пожалуй, попробую сделать репост. Если, конечно, появился у нас пост в паблике RUHUB. Кстати, Dota2 RUHUB. Заходите в ВКонтакте и голосуйте за команду, которая вы считаете будет победителем. Хотя нет. Голосовалки нет. Так что просто заходите в паблик. Подписывайтесь. Ну и дримку остается у нас пока что на Бэтрайдера. Бэтрайдера под цепи. Вываливается еще в Эферном Блейд. Вылетает на Шипак. Неплохо тут разваливает Яматех. И в Таверну отправляется у нас... Ну, не знаю, как его называть. Готом не назвать. Хотя они к ним похожи. Похожи. Подспили на оффлайн соло. Пытаются убить Вингу, Винга, Автаверну. Ну и мана закончилась. Вич Доктора. Очень больно там по нему только стрельнули. Так что стоит уходить. Ну и такой вот агрессивный вард попутно поставили. Кстати, ой-ой-ой. Тут стаков очень много. Только как это все зафармить? Да, стаков много. Нашли. Фармить как? Ну, ладно. Все равно файт неплохой. Убили двоих. Ростки. Убили Кора. Убили Суппорта. Получились 150 голды. Так, все-таки драка продолжается. Не успеваем все-таки доделать. Посыпили. У нас Флайзи соло пытается убить Вингу. Нажигает. Вот Батарайдер пытается все это выформить. Но залетает у нас неплохой шок-вейв. О, думай. Поднял там капусты. Просто немерено. С этого одного вот задува. Мы как мы видим... Голды, конечно, мало. Но там закрепов больших упало. Только много для Айса. Так, вот. Теперь я все сделал. Все, что было нужно. Сейчас я быстренько прочекаю. На всякий случай, а то вдруг всякое бывает. Нет, вроде все в порядке. По чатику тоже посмотрю. Ну, только вопрос, кто комментит. Комментит Тиксас. Вчера я комментировал Америку. Возможно, слышал. Возможно, не слышал. Позавчера было Европа. Ну, в общем... Ну, вот врухами я как бы новичок. И являюсь я, в принципе, комьюнити-кастером от Валва. На топе погибает у нас Лакверк. Да, в общем, являюсь я комьюнити-кастером от Валва. Официально, краски от Валва, я комментирую матчи Америки. Пять матчей. Вчера откомментировал два. Сегодня еще будет три. Ну, и вот эти три матча я комментирую, как бы, уже целиком от Рухаба. Ну, вот так. Вышел в Инвизи. Конечно, хочется кого-то подцепить. Но, правда, цеплять некого. Не самая хорошая реализация птиц. Две птицы сажать вместе не стоит. Ну, ладно. Там птица, в принципе, уже, как бы, помирала. Так что, ладно. Тут сойдет. Ну, тут телепорта Клакверка опромечивает довольность. Кстати, Дримкоин и Клакверк понял, что не туда он прилетел. Не тот район. И в итоге снова отлетает в таверну. Ну, все равно было странно. Какой телепорт. Ну, да, он видел... Не видел пака, но видел, что тут есть целых три героя. И шанс, что его подцепят, был крайне велик. Ну, и 1-6. Теринги введут пока по счету. Довольно-таки неплохо. Что у нас по лосхитам? У нас уже седьмая минута. Как мы видим, 50 крипов, естественно, убито у Бэтрайдера. Но там все-таки были сны и крипы. И, кстати, будет скоро у него блинг. Мирана имеет 48 на 25. Кстати, когда лосхит, вернее, очень и очень такой крутой. Бесмастер. 44 на 40 и 43 на 3. У нас у Клакверка, кстати, Клакверка очень классно поформил. Даже побольше крипов убил, чем вражеская спектра. Но там все-таки дум подфармливает. Ну, и что у нас происходит по левелу? Проседание. Есть и Вингим. Винга все еще третья. Она только-только его получила. Ну, и кто у нас там не добирает? В принципе, Виждоктор. Ну, более-менее. 14-15 левел. В принципе, Дезвард возьмет. Можно будет купить себе Том оф Маулейдж. Уже через полторы минуты. Ну, а пока смог вылазка. Кратки, после этой вылазки мы зачекаем. Тейминг Баклер взлетает у нас для Айса. Такой вот Дум а-ля Ванскор. Ванскор обычно играл через такие билды. Так что вот у нас азиаты либо тоже смотрят, либо юзают. Пошел Маледишн, неплохо. Дэмиджа очень много. Дума не дает ничего сделать. Хотя не успеет кинуться Габи Думом. Уже замахивался, но не получилось. В итоге спитая прилетела. Пыталась что-то сделать, но, увы, не получилось. Кстати, если бы был Дум, то, мне кажется, фраг бы совершился. Все-таки урна висела, но, увы, не успел Дум замахнуться. Махал-махал, но не получилось. Ну, неплохой фраг. Как раз-таки, наконец-таки, уже второй фраг делают у нас асы за эту игру. Не знаю, как это называть. Арена или ЭКМ. Вот интересно. Надо будет посмотреть, как их называют другие стримеры. Телепорты пошли сразу улетать отсюда. Прайм-Алороу закинули. Ну, хоть отсюда во Вич-Доктор. Ну, вот, кстати, довольно-таки странно поступил у нас бестмастер. Почему он наорал на Мирану? Ну, Мирана была без ТПшки, она ее... Вернее, она была с ТПшком, но она ее не кастовала. Ну, решил на Верочку, но это было уже лишнее. Так бы двоих убили. Ну, да ладно, не страшно. Вот тут Тавар подпушат, убили Коро, и это самое важное. Ну что, давайте посмотрим на Этворс. У нас 4700. У пака уже. Пак имеет на руках 2000. И, в принципе, АТ-муж такие весьма солидные. Статы уже хорошие, так что, блин, Даггер будет сейчас докупать. Бестмастер. Ну, эти качи будут довольно-таки быстрые, потому что не хватает только рецепта. А до рецепта осталось, там, сущие копейки. Как раз, это первое рецепто, понятное дело. Оракл у нас с Финлейсом. Пятый левел. В принципе, скоро будет шестой. Скоро купит книжечку. Сюда полетело, но не попадает. Спектра. Спектра фазы урна. Мэджик Вон. Наверное, все-таки будут барабаны на Спектре. Хотя, не факт. Потому что барабаны все-таки немножко видоизменили по сборке. Так что, не всегда они полезны на уже корах. Но на суппортах они очень-очень классные. Ну и что у нас у Дума? У Дума Баклер. Вот интересно, будет ли бил такой, как у Ван Скора. Напомню, что Ван Скор покупал себе Баклер. Он его не грейдил. И дальше собирал Ладмир. Хотя, тут есть Арканы. Так что, похоже на то, что это будет Мека. И, кстати, подцепили на Сальцеву. Вот этого по канала Су вырывается. Лок в верхний полх по двоим. Ворвался, поставил Коген. Ну, Коген, ну, не совсем такие удачные. Хотя, вроде бы, убивает. Но потихоньку здесь Оракл. Оракл оставляет в Таверну вместе с Думом. Ну, и Дум, как раз. Повесил Дум по Габе. Но толку от этого маловато будет. Яма Теха немножко подцепили. Накричали у нас на Бэтрайдера. И Бэтрайдер летает в Таверну. Все-таки далеко он ворвался от своих тиммейтов. Наверное, она была по дому. Ничем помочь не могла. Просто идти на ноги и настреливать было бы странно. Ну, и в итоге вот такой вот размен. Хотя, драк продолжается. Лип пошел. Краски порвал. Понятное дело, там Дрим Койл пытается уйти. Ну, и вроде бы разошлись. И Спектра в итоге ультимейт свой тратит никуда. Ну, а Хаунт, как мы знаем, кулдаунится довольно-таки долго. Целых 140 секунд. Ну, и вот сразу куча телепортов в мид. Это, кстати, не самое лучшее решение. Потому что вот топ ростаивается, низ простаивается. И пойти это пофармить было бы получше. Но решили, по всей видимости, забрать Тавер в миду. Ну, да, все-таки по статистике. Пуш вышки минут дает неплохое преимущество этой команды. Если вы пушите вышку. Ну, чем можно быстрее вы пушите вышку. Если вы теряете минут на 7 и более позже, то мидрейт ваш равен более чем 60-65%. Так что статистика не врет, как обычно. Ну, вернее, обычно она не врет. Так будет правильнее сказать. Ну, и нужно делать все по максимуму. Ну, что, давайте пойдемте по итемам. И нет, давайте сначала все-таки посмотрим графики. Потому что 12 минуты я их до сих пор не открывал. У нас уже 5000 плюс преимущество за Тейринг. И по экспе чуть больше 3000. Ну, и что есть по итемам? Давайте посмотрим. У нас Экен имеет... Винга имеет 5-й левел. Есть у нее Мэджик Монг и Траквилл. И Клаквер выходит в Блэдмейл. Понятное дело, айтем для него очень нужный. Вич Доктор 6-го левела с Арканами. Мирана. Ну, дальше должен быть Агоним. Я не думаю, что в Азии у нас Мирана отличается от других Миран. Потому что везде билды были одинаковые. Но, по крайней мере, в Европе и в Америке они были одинаковыми. Я китайскую Мирану не видел. Ну, и как я говорил, Китай, она залетала очень редко. Из 100 пиков залетала всего 3 раза. Ну, по статистике. На 100 пиков залетает она 3 раза. Так что не самый востребованный получается. Ну, китайца своя дотом. Это понятно. Но пошел у нас Урив, стрел залетает. Стрела точно залетает по Айсу. И Маледичный пошел. В принципе, Айса не отпустил. Здесь еще и Дезвард. Но влили ДПС в нужном количестве. И, понятное дело, Дум отлетает в таверну. Он 5-8 сокращает потихоньку свое вставание по фрагам. Ну, и Экион не так просты. Все-таки нужна им победа. Даже победа 2-0 нужна им. Но, напоминаю, это у нас первая карта Best of 2 формата. Что есть у нас? Тут еще. Батайдер Аблинг. Да, мы это уже видели. Дальше будет, скорее всего, Форстаф. Ну, и все-таки будет драка. Потом досмотрим. Это МТ Айринга врывается у нас в пак. Только Сайланс без Дримкойла. Полетел еще дальше ворваться. Подцепил Батайдера. Ну, далеко ты подцепил. Тиммейты уже шушли. Хотя стрела полетела. Стрела точно залетает. Но Батайдера наваливает очень бодро. Праймаро пошел по Габи. Габи потянку пробивает. Батайдер отлетел уже в таверну. Делает краски Липаунс. Но тут, увы, поймали 2 суппорта. Разорвали. Ну, и это минус 3 даблкил для Яматеха. И как-то странно. Сыграли у нас Экион. Зачем было нападать? Непонятно. Потому что двое, даже трое отошло. Батайдер ворвался. Конечно, увез. Молодец. Но тиммейты далеко. Дэмэдж по спектре не был в лид. Ну, и вот заканчивается тем, что 1200 голды и 1700 экспы зарабатывают таринги за этот замес. Ну, плоховато будет. Давайте краски посмотрим, какие у них там есть айтемы. Дум. Дум все-таки будет с Мекой. Все-таки не билд ванскором. Что у нас у спектры? Ну, по разику плане непонятно. Может, она и будет. Хотя, вряд ли у нас, как вверх, драка продолжается. Решили драться за Рошана повесить. Ну, думка, раскидывается. Рошан очень битый. Рошан сейчас упадет. Айгиз остается у нас для спектры. Вряд ли Батайдер. Но драться уже против Айгиза, наверное, не стоит. Хотя, кстати, это Дезвар пытается раздамажить. И очень много демэджа вписывает. Тут, кстати, все очень-очень битые. Сбивают Айгиз. Сбивают. Также у нас Оракла. Ну, и Дезвар все еще кастуется. Как же много демэджа вписывает здесь Вичдоктор. Жаль, Дезвар закончился. Но зато Винга воюет. Адапротив всех пошел свап. Неплохо сыграно. И залетает тысячка у нас здесь от Ямотека. Ямотек пытается уйти. Ну, и, в принципе, анализу Лерп. Он отпрыгивает. Ну, и в итоге получается у нас, что и Вичдоктор там просаживается. Летают. У нас каски спектра. Пытается его добить. Телепорт. Кулдаун, конечно, хилится. Но выжить, наверное, не получится. Хотя МСа достаточно. Пока Мансит, пока бегает. Да, ночь на дворе. Повезло. И все-таки уходят. Ну, и спектру решили тоже подцепить. Но, кстати, нет. Есть Лассо. Можно просто это сделать. Правда, тиммейты далеко. И кто будет ливать демэдж. Подосперение пока не ясно. Ну, и есть Маледишн. В принципе, да, напалить. И демэджа должно хватать. Но есть Фейлл Спромайз у нас. От Оракла. Оракла откидывается еще и по Вичдоктору. Вичдоктор снова на лоу-лоу хп живет. Ну, а тут закрывают у нас в Коге бедного Оракла. Оракла в Таверну. Спектра тоже минус. В общем, у нас прошлый файт был 3 в 3. Тут еще минус 2. Так что фактически минус 5. Ну, и отличный файт от Эккен в итоге. Ну, и, кстати, давайте посмотрим, наконец-таки, на Нетворсы. Я особо внимания не обращал. Игра даже таки активная получилась. 10 на 14. На 16-й минуте. Как мы видим, 7500 у нас у пака. 11-й левел. Он в топовом Нетворсе. Ну, а Бэтрайдер уже вышел на вторую позицию. В краске первая позиция в своей команде. И стрела залетает по бедному Орлу. Думал, уже попала в пак. Ну, кстати, даже если бы в пак попала, то вряд ли бы его пошли убивать. Ну, это не короче, уже 2-го левела. Выехали они потихоньку на охоту. Но, правда, никого бить не получится. Телепорт, костою, и Фичдоктор не особо безопасно. Но все равно уходит. Рожжи не хватило, чтобы сбить этот свиток телепортации. Ну, да, давайте посмотрим, что есть у Бисмастера. Бисмастер довольно-таки круто. Он офармил 1-1-8, как мы видим. Кода у него знатный. Ну, и уже на подходе третийник врачей. Довольно-таки быстрые. Конечно, видела я быстрее. Были третийник врачей, я помню, в игре Rebels. На 10-й минуте 40-го секунде. Но здесь тайминги тоже-тоже классные. Ну, и Спектра. Спектра решила играть без Радика. Прям вкупайся в Блэдфолакрике. Так что это будут диффуза. И сейчас буквально одну секундочку. Так, вот я вернулся. Ну и что? В принципе, ничего не произошло. Потому что только вышка упала на нижней линии. Не особо важно. Ну и Айгиса. Нет, понятное дело, его выбили сразу же. При получении. Так что воспользоваться им, понятное дело, сейчас не выйдет. Но пытаются подкушать. Как раз кистается Коги. Клокверк пытается уйти. Ну, догнать его, в принципе, не должны. Хотя покрывается. Дринкл пошел. И Клокверк все-таки от своей команды подотстал. Ну и попытаются его бить. Хотя здесь Блэдмэл вырывается. Он дальше на мематех. Пытается пробить. Но нет. Увы, один против пятерых не повоюете. Мы-то его решили здесь продать. Ну и здесь 15. Здесь 15. И попробуют подпушить у нас верхний фланг. Теринги. В принципе, делают они все грамотно. Забирают пока внешние вышки. Заберут, как раз таки, тавар на топе. После тавар в меду. Ну и уже можно будет выезжать за вторым Рошаном. И с Айгой уже пробуют заходить на хайграунд. Хотя у них пик весьма литовый. Здесь все-таки нужны айтемы. Так что я думаю, у нас еще минут так 12 игра точно продлится. Хотя он, кстати, пошел браком весьма неплохо. Ходили там каски. Тоже классные. В принципе, полетали не по всем. Пошел Праймал Урор. Летает Бэтрайдер. Пытается пока подкидываться. Но спектакль за ним выехал. Ежает на фастрафе. Каски должен все-таки там выживать. Даблкил уже для Айса. Убивает он двух суппортов вражеской команды. Ну и, в принципе, дальше пытаются открыться. Мирана купила, кстати, тебе Огат Клаб. Я не думаю, что этому будет помимо Аганима. Хотя, возможно, и Сенч хочет купить. Может быть, Мирана у нас это не хочет покупать Аганим. Хотя, сомневаюсь. Слишком уж круто Аганим заходит. Мы, в принципе, топовый показатель КДА за открытые квалы. Этому показатель. Клакверк врывается. Клакверк. Очень классно врывается. Пошла туда еще и колбочка. Очень классно. Мирана залипывается прям в Коге и Старфолом. Просто их разорвали очень-очень быстро. Пытаются подсобить у нас там еще и бессмастер. Кастует он телепорт. И сбить телепорт не получается. Дремкой, как раз таки, был откинут от пака весьма неплохой, чтобы досейвить оставшуюся команду. Вернее, одного бессмастера. Ну и в итоге он с этим справился. Ну и 2000 голды. Даже 2200 голды. И 300 XP. 19 минута. Что по графикам у нас изменилось? Да, набирали перемойства на стайлинге. Но Экин потихоньку камбэчат. И возвращаются к 6000. Ну и по XP чуть более 2500. Ну и вот пытаются допушить Тавар на топе. Да, очень мало Таварова спушили у нас экшен. Вернее, Экин. Только вот добирают Тавар на топе. И также они спушили Тавар Мидо. Снизу Тавар все еще стоит. И, ну, не знаю, не совсем. Мне кажется, надежное решение. Праймал Роу пошел, наорали у нас на бедного бэтрайдера. И снова убивают. Ну, как-то частенько так происходит, что игроки Радиантов загуливают соло. Где-то так подальше и их лопают. Ну, это странно. Там Клокверк умирал, так бэтрайдер уже дважды. Ну, не стоит этого делать. Как я отношусь к Росиду на Клокверке? Ну, это крайне нестандартный айтем. И, ну, есть ситуации, возможно, такие, где он нужен. Ну, какого-то ловить джампера. Ну, не знаю. Ну, как раз крейдить на Клокверке. Например, вот если купить Росид, обычно сейчас его будут брать для того, чтобы потом его прогрейдить в лейте на Блатторн. Но вот Блатторн купить на Клокверке, это 7200. Слишком дорого. Клокверк раз и с Аганимом, там, Блэдмейлом. И даже Тараской. Или лучше даже Шивой. Мне кажется, будет покруче. Но, в принципе, возможно, есть какие-то ситуации, там, где это пригодится. Но я не уверен. Все-таки лучше на другом герое собрать Сайланс, если он прям так жестко нужен в игре. Ну и выехали, пытались поцепить. Красиво был у нас Moonlight Shadow. Поцепили дреймкоил у нас пока что бэтрайдера. Бэтрайдер ловит Дум. Далеко ворвался. И свап пошел, порвал дреймкоил. Но все-таки Дум допаливает. Его ставится Двард Дум в размен. Но, в любом случае, это не размен, который был нужен здесь Радиантом. Ну, что, буду драться на вороте. В принципе, Дримкоилл потрачен. Каунта нет. Потому что, наверное, драться не стоит. И Вангуард появляется у нас с Клакверка. Ну, вот такой билд более стандартный. Ну, имирано липается все-таки перед Сайлансом. Так что будет жить. Ну, и вот. Десять отличный творца уже себе оформил пак. Ну, да. По поводу Дагона. Довольно-таки опромечиваю решение. Потому что был красный матч Rebels. Там, где пак купил Дагон. И они ввели... Ну, там вот знатно ввели. На 15 минут было преимущество порядка 12 тысяч. Но вот купил пак Дагон. И играл он против жесткого керри. И в итоге игру проиграли. Ну, да ладно. Тут жесткого керри прям такого нет. Есть Мирана. Есть Бэтрайдер. Ну, краски. Ну, прям лейт-лейт керри. Он мы не видим. Там есть спектра. Так что можешь себе это позволить. Ну, и вот пак делает у нас уже... Для себя довольно-таки жесткий стрих. 8-0. Шаги у нас от Годлайка. Свап пошел. Пытается дальше драться. Краски спектра дает вижн, кастует от телепорта. Сбивать не с чем. И просто вдвоем уходят с телепорта. Изи. Бризи. Неплохо. Неплохо. Что у нас происходит там по графикам? 5 тысяч все еще по голде. И по XP чуть более 3. Ну, кстати, пак решил Дагон Грейдить. Уже 2-го левела. Да, есть Вейл, есть Дагон. Ну, мне больше понравился все-таки пак от Крейзи. Как-то таки игрока команды Rebels. Там он играл... Ну, стандартный билд, как раз таки. Ну, он тоже покупал Дагон, но мне понравился другой его билд. Ну, такой стандартный. Там Юл, Блинк. Но вот он купил уже Клейту. Октарин. С этим Октарином он... Был просто диким. Ловить его было нереально. Мне, конечно, эта игра очень понравилась. Он там мансил, как царь. И разводил там уже. Последняя сторона оставалась. Он ее допушивал. И просто такие разводы были, что просто мама не горюй. Очень-очень понравилась эта катка. Ну, что, 23-я минута. Что у нас происходит тут по шмоткам? Давайте посмотрим. Вичдотарешку заражит себе Агоним. В принципе, есть уже поинт-бустер и 900 голды сверху. Мирана у нас уже с Агонимом. Мы, кстати... Ой-ой-ой, это на что? Ну, Доминатор. Плюс Агоним. Или что? Вармлет на Миране странно. Ну, а Вейл как бы уже не нужен. Потому что есть... Хотя нет, да. Там Вейл уже у оппонента точно. Но вот Вейл на Миране... Ну... Да, краски деммажа будет больше, понятное дело. Ну, не знаю. Такого бедла я еще не видел на Миране. Обычно покупали после Агонима Блинк Даггер. Ну, возможно, это круто зайдет. Все-таки там вроде бы... Порядочное количество деммажа выписывают. Именно магического, чтобы его увеличить. Врыв пошел Праймал Эрор по Бэтрайдеру. Поцепили. Вот Райсклакверк прорвался только на одного. Хотя отрезал. Пытается сейчас убить. Откидываться дома у нас пока по Габи. Габи пытается отойти. Погнали всем. За ним не кратчим. Ну и... Пытается у нас немножко флай соло. Увести фокус на себя. Уводит, конечно, отлетает в таверну. Бэтрайдер у нас тоже уже сидит в таверне. Поцепили Габи. Габи минус. И это уже Годлайк оформлен от Яматеха. Ну и снова выход у нас от Эком. Ничем не увенчивается для них. Как мы видим, теряют они целых троих героев. Тысячу голды. Ну и при том, что оппоненты зарабатывают 1700. 3600 экспы. И если что, этот файт был около Рошана. Рошан уже стоит. Рошан второй. Ну и будет он падать в копилку для Деринг. Ну и уже Монта Стайл готова у Спикрым. Давайте посмотрим дальше айтемы. Что все-таки имеется. Ну, Форстаф мы это же увидели. Бэтрайдер выходит по покупку БКБ. Ну и Тайринг. Что имеет Тайринг? Гривсы. Да, это мы видели. И Огрклаб появился у Дума. Ну, пока не ясно. Возможно, это нагоним. Возможно, на БКБ. Ну, посмотрим. Тут прям такое точное решение и не дашь. Ну, Алибарда явно не нужна. Мирану выключать. Там не такой уж и серьезный у нее урон. С руки, чтобы покупать Алибарду. Ну, Спиктрамп. Монта Стайл. В принципе, билл стандартный. Очень любит побарабанить. Уже все заряды потратила. Ну, и как мы видим, у нас всего по... Одному барабану есть у команд. Обычно бывало там по паре. А то и по три барабана в одну команду. Но сейчас собирают поменьше. Оракл. В принципе, Оракл может какие-то барабаны. Если захочет, чтобы команду потом пробустить. И чтобы Спиктре слот освободить. Ну, и, кстати, у него девятый левел. Ну, поэтому не особо так вот. Все круто. Пак Грэдит Дагон. Пак Грэдит Дагон. И летит Дагон уже третьего левела. Ну, и что без мастера? Есть у него Клаака. Ну, явно это не Глимер. Явно это Нахут. Ну, а дальше Пайп. Ну, посмотрим. Да, и все-таки это Вейл от Мираны. Ну, дэмэджа больше. Это понятно. Посмотрим. Поможет ли это. Ну, и 100 у нас в Монлайт Шадоу. Пытаются подцепить. Прошлые два выхода в Монлайт Шадоуе не увенчались. Успехом подцепили Спиктреу. Пытаются пока Клокер отрезать. Клокер отрезает. Краски не дают подойти Ораклу, чтобы скинул Флэкспломать. Спиктреу пожимает у нас пока что. Монтасад, кстати, у нее есть Айгис. Так что вот этот прибыль был довольно-таки странный. И пробивает очень плотно у нас здесь уже Экион. Уже минус 3. Очень быстро. При этом убивают они только лишь одного Оракла. Пытаются заражать дальше. Подцепили нас ЭнДжеем. Но, увы, Клокверк здесь не справится. Хоть есть Вангуард, хоть и Толстый. Но, увы, умирает и теряет свой Килинг Сприм. Кстати, довольно-таки странно, что у него до сих пор был стрик. Потому что давненько фрагов я не видел от команды. Вот последний фраг был. Ну да, сейчас мы фраг не считаем. Но вот последний был минутем на 20-е. То есть 6 минут ничего не происходило. Ну и что по Файдрикапу? 1800 голды, 4700 Эксп для Тайринг. Плоховато будет. Напоминаю, что у Экон до сих пор нет ни одной победы на этом турнире. Есть только одна ничья. Так что победа только в одном матче серии. И им обязательно нужна полная победа. Как раз безоговорочная. 2-0. Но пока что она очень и очень мнима здесь. Мне кажется, что не получится уже камбэкнуться. Но вот Мирана Керри с Аганим Вэйл против Спектры. Которая выходит в здоровый такой билд Керри. Так что не знаю, не знаю. Вопрос в чатик. Что на краске в чатик думает по Аганиму Номиране? Ну, знаешь, Аганима Номиран... Айканим. Аганим Номирану. Я видел уже частенько. И вот Синг покупал его постоянно в матче. И все-таки Каипи прошли у нас в закрытую часть квалификации. Так что, знаешь, весьма неплохо заходит. Ну и как раз таки Мирана по статистике дотабафа по Европе занимает первую строчку по среднему КДА. Мирана у нее когда примерно 5.45 был за там 320, может даже 350 игр. Так что, знаешь, все-таки статистика не врет. Аганим заходит весьма весьма круто. Ну вот Вэлл... Нестандартный билд. Уже под Аганим обычно был Влиндаггер. Ну и пока... А слово... Густаком одето не принесло. Ну и вот продолжает набивать свои фраги. Пак у него уже 10-й. Даже 11-й фраг. 11-0-11. Отличный КДА. Ну и... Ну и... Конечно, разгонался Ямотех очень-очень бодро. Ну и тяжеловато его останавливать. Береста уже слишком... Прошу прощения. Береста уже слишком много. 16-й левел. Да, тяжело. Тяжело эта игра дается для экшен. Для эко. Ну да, как раз таки я тоже смотрел обзор Несса. Несс говорил, что Аганим будет плохо. Но знаешь, как раз таки Старфол... Сила Старфола в том, что... Во-первых, улетает плюшка. По 300 дамеджам. А во-вторых, по ближайшему таргету вылетает двойная плюшка Старфола. И плюс ты таки даже еще свой Старфол. И если вылетит, как раз таки, 4 плюхи. По кому-то герою. Это очень много дамеджа. И все-таки айтем весьма хорош. Ну и как мы видим... Ну да, в принципе, так на себя подумать. Это как бы странно смотрится. Ну, Мирана, которая керри и добирается дамедж чисто со Старфола. Это странно. И краски К-30, это БКБ. Но покупается Аганим на Оленке Рана. Если Мирана фармит, ну, минута там 16-ая обычно бывает. И краски там еще подат Аквилу, так что она еще и подпушить может. В принципе, с командой. Ну и крипы падают очень быстро. Мы уже потом, когда докупает. В общем, дамеджа. Начального очень много. Но и краски вот такой вот бёрст дамедж в начале игры решает. Потому что БКБ так рано обычно не появляется. Ну и вот. Пайп готов у нас у Бистмастера. У него уже 15-ый левел. Ну и пак Пак Пайдагон уже 4-ого левела. Даже 5-ого левела я пропустил. Пак Пак 4-ого. Кстати, вот варды. Давайте посмотрим. Видим, там мапа так заваржена очень классно. Контрят выходы в Мундайшабове. Варды стоят качественные. Но, правда, вот это не самая классная реализация пачки. Апсов? Ну да ладно. Даже не знаю, как это получилось. Ну, понимаем, мисклик краски в одну точку. Возможно, это можно было бы как-то оправдать. Но такое расположение довольно-таки странное. Ну что, тут смок вылазка. У нас от Айринг. Врывается Спектра, дает Вижен. Видят у нас Бэтрайдера. Видят также у нас здесь Флайс Олл. Пошел свап. Пытается уйти, но нет. Таких не отпускай. Промором поймали. Пока что у нас там Габи. Но Вижена нет. А не корщи в кулдауне. Что ж, не повезло немножко. Так что Габи тоже в таверну. Вот, уже есть не корщи. И зря вызвал. Потому что можно было добраться до линии. Там уже вызвать. И, как раз таки, по максимуму использовать их для пуша. Потому что байбэков нет. Можно заходить на хайграунд. Как раз таки, на Т3. Но... Что-то пока непонятное делают. По стейлинге. Не знаю, чем они занимаются. Живо... Жив суппорт и жив хардлейнер. Почему бы не зайти? Или, по крайней мере, попробовать развести на байбэке? Ну, и байбэков нет. В принципе, они бы это увидели. И пинги странно очень пошли. Ухода под горание. Пингуют у нас на бедного Виждоктора. Почему ты меня не спас? Виждоктор говорит, я не мог. У меня не хватало там 10 голды на Аганим. Я его дофармливал. Сейчас я затащу. Клакверк врывайся. Давай коги в пятерых. А я поставлю классный дезвард. Ну, конечно... Не совсем адекватное поведение. Как для участников квалификации на мажор. Ладно, были бы это опен квалы. Но все-таки это уже закрытые квалы. Так что вот так вот себя вести явно не стоит. Эти рейдж-пинги обычно в папочке случаются. И то на таком вот нольке среднем АММРе. Хотя, да. На АММРе тоже такое мне пинговали. Было дело. Так что, да. Беру свои слова обратно. Но в любом случае, так как, коротки, командная игра сейчас идет. Все-таки играют команды, которые прошли закрытую часть квалификаций. И это как бы уже достижение. Как по мне. Даже поиграть в таких квалах. Ну и так вот себя вести с такими вот пингами явно не стоит. Ну и пошел скан. Не засекли никого. Спектра уходит. Спектра у нас уже с диффузами первого левела. Ну и 32-ая минута. Сейчас у нас будет 22 секунда. Так что будет 3-2-2. Мы видим по голде преимущество. Примерно 14 тысяч. Чуть менее даже будет. Ну и 19 тысяч по XP. Весьма и весьма неплохо. Кстати, интересно, сколько уже нашло зрителей. Ну да, зрителей маловато. Все-таки 6 канал. Не самый раскрученный канал Рухаба. Вернее, даже самый не раскрученный канал Рухаба. Но в любом случае, матч пока весьма интересный. Ну и кстати, у нас среднее время игры там было 32-33 минуты. У одной и второй команды. Так что вот среднее время игры уже у нас подошло. Ну и пока игра не собирается заканчиваться. Хотя возможно после Рошана. Раз-таки вот через 2 минуты пойдут терринги завершать эту карту. Потому что преимущество уже очень большое. Второго лапа появилась пока у бисмастера. Да, вчера была игра у меня. ФДЛы играли против команды Enemy. ФДЛы вели 40 тысяч голды. 40 тысяч экспы. Но что-то не пошло. Что-то залили. И камбэк был, конечно, очень жесткий. И кстати, нужно себе кто-нибудь записать. Матчи эти уже должны быть на канале. На ютуб канале Рухаба. Что нужно их запустить в свой паблик. Потому что игра была очень классной. И это явно был рекорд патча по камбэку. Потому что я сомневаюсь, что у нас... Ну сколько там патч вышел? Неделю, полторы назад. Мне кажется, что... Явно камбэк 40 тысяч еще не делали. Ну и вообще камбэк. Такой самый большой. Прямо на профессиональной сцене. Это будет... По крайней мере топ-10. Как мне кажется. Ну все-таки это внушительно. 40 тысяч отыграть. Вот, БКБ на БТ-райзере. Давайте пройдемся по итем. Как мы видим, там три героя находятся в топе. У Тайлинг, в принципе, Эмирана и Клакверк потихоньку с ними бодаются. Но такое. В принципе, Клакверк там бодается даже с Думом. Дум все-таки тут суппорт. Ну а Клакверк хардлейнер. Ну и Эмирана пытается догнать, кажется, вражеского хардлейнера. Но от вражеского мидернера и от вражеского керри она очень и очень далека. Ну и что там? Перепорт пошел, да. Уходит. Ну и давайте посмотрим Эмир, что у нас есть на 3-4 минуте. Медалька есть у Винги. Клакверк. Ну пока фармит. Пока не ясно что. Может быть БКБ, может быть Аганим. Виждозор. Мы видели уже, что есть у него Аганим. Есть также Клака. Хочет выйти в покупку Глимеркейпа. Мирана. Мирана хочет БКБ. Ну и тогда БКБ хотел. Захотел, купил. Молодец. Что есть у нас у Тейринг? Дум у нас все еще бегает с Укрклабом. Пока ничего не покупал. Но похоже на то, что копит на Мистерл Хаммер. И понятное дело, это будет БКБ. Спектра. Спектра с БКБ. 10 секунд. Свеженькая. Клакверк с Аганимом. Оракл. Барабаны краски купил, чтобы спектре слот освободить. Правда спектра барабана своей еще не продавала. Пак. 2-300. Я видел, там закупался книжками. Явно не для себя, потому что у него уже был 17-й левел. И, ну, 3 книжки покупать ему, как бы, не особо-то и нужно. Плюсик один бы не зарешал. Похоже, отдал кому-то суппорту. Ну, возможно, думаю. Хотя там у 16-й дымит побыстрее. А может быть и Ораклу. Чтобы все сплы уже были прокачаны. Ну, и потом уже Феллс Промайз качает на 16-м, на троечку. И будет уже максимально полезным. Бисмастер, Травала, Блинк, Третья Некра и Пайп. В принципе, отличный билд. И 16-левел, кстати. Ну, и телепорт на птичку. Габи в опасности. Наорали. Спектра сейчас прилетит. И, в принципе, Габи разорвали просто за одну секунду. Ну, да. Вот, потому что... По вопросу в чатике. Да, задержка 5 минут, я напоминаю. Так что я отвечаю не совсем сразу. Ну, да. Итем дорогой. 4200. Но, знаешь, бюрст демэдж, он дает очень большой. Как раз таки... Мирана. Это не лейд керри. Мирана это такая вот мидгейм керри. В лейд ты с Мираной не зайдешь. Ну, прям такой жесткий лейд. Конечно, можно это сделать. Да, там есть билды. Я помню, даже Лода играл. Там даже мега клипов дефал. Но все же. Мирана это больше мидгейм керри. Айтем 4200. Это много. Но, обычно, Мирана покупает его. Как раз таки, у него появляется очень жесткий бюрст демэдж. Начинают давить. И вот, играли к Айпи. И игры примерно заканчивались минут так... Ну, за 25, не более. Как раз таки, из-за того, что это уже есть жесткий бюрст демэдж. Нету там каких-то быстрых БКВ ранних. Потому что, ну, это не профитно покупать. Из-за этого заходит огни на Миране. Поэтому такой высокий винрейт. И такой высокий КДА. Ну, и понятное дело, чем дальше в лейд. Против жесткого керрия на такой Миране, тем меньше шансов на победу. Стоит от Дезвард в рыб, кстати, был неплохой класс. Пак тут классно отыграл. Потому что, ну, зашел... Занял позицию. Как раз испалил смок. Убивает уже троих. Выбивает Мирана. Которая до сих пор у нас не вернулась. Вернее, Мирану не убивали. Она до сих пор не вернулась. На К печали у нас на Клаквер. Клаквер в таверну. Минус 3. Рошана не добили. Рошан потерял половину хп. Так что можно пойти, в принципе, и спушить. Ну, а байбэков там нет. Кстати, байбэков вообще нет ни у кого. Даже если Мирана погибнет или Вингам, они вернуться в игру не смогут. Хотя Миране там не хватает. Нет, Мирана байбэк есть, да. Проглядел я. Это? Но нет. Она его полностью... Вернее, не полностью его, а полностью голду тратит. А что покупает БКБ? Ну, не сказать, что он прямо БКБ сейчас зарешает на Миране. С Вейлом, Блинком и Аганимом. Мои сторону в любом случае теряют. Драться, конечно же, не стоит. Но врыв все-таки пошел. Откинулся, конечно. Главное, что не подцепили. Там Праймал Рор в кулдауне. И, думаю, нет. В принципе, нечем цеплять для него. Тоже нет. Так что уходил в Мирана. Но все же... Да-да, все же это было все просчитано. Было все сыграно по-правильному. Так что молодец. В принципе, тайминги там были просчитаны. Мы как раз и замечали, какие способности издались в прошлом файте. Но в любом случае, 16 на 35. 38 минута. Заход на третьего Рошана, который уже наполовину был убит. Или наполовину жив. Ну, смотря с какой стороны вы посмотрите, вы оптимист или пессимист. Ну и по голде преимущество. Утаринг уже за 20 тысяч голды. Ну и по экспе уже за 25 тысяч. И Эзерил Блейд покупает себе пак. Дэмон же теперь будет еще больше. Ну и... Да, в принципе, можно включать какого-то дамагера с руки. Но дамагера там нет. Праймал Рор пошел у нас по Бэтрайдеру. Его разорвали очень быстро. Бедолага. Кстати, пак у нас все еще без смертей. 13.07. 30 кода. Это неплохо. Уже 31. Ну и, как мы видим, сыпятся у нас потихоньку здесь. Экон пробивает их. Клакверка бедолагу по кокам просто растерзала. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Ну и Миран такая, Габи, я сейчас убью Рошана, убью Рошана. И не убивает. А Егис забирает спектра. Ну и это будет Тим Вайп. И, в принципе, можно писать ГГ. Потому что байбеков нет ни у кого. Это ультра килл для Яматеха. Почти рэмп. Жаль, что почти. Рэмпэдж был бы крайне красив. Ну и такая минуточка рекламы. Я делаю обзоры. Вкраски буду делать обзор и по этим квалификациям. И если бы был бы рэмпэдж, то этот рэмпэдж я бы в обзор как раз-таки поместил. И этот файт комментировал я. Так что было бы вдвойне для меня профитно. Но, увы, рэмпэджа не было. Надеюсь, что хотя бы один рэмпэдж за мои матчи я увижу. Все-таки рэмпэдж это всегда красиво. Ну и да, кстати, вот по поводу матчей. Сегодня у меня будет краски положения этой серии. Понятное дело, Best of 2. После будут еще два матча Азии. Потом двухчасовая пауза. И целых три матча Америки. И как раз-таки два из этих трех матчей будут с командой DC. Как раз-таки Digital Chaos и Виха, Резолька. Все дела. Матчи будут очень классные. Промауру пока вошел по Бэтрайдеру. Подцепили. У нас там немного когами. Никого не убивает. Ставится Дримкойл. Вроде бы неплохой. Пробивает по-каку на Спектра. Спектра воюй. Спектра за Егисом. Ей ничего не страшно. Автоверт. Попаляется у нас уже Бэтрайдер. И очень больно там Еблейдом стукнул по Клакверку. Дума отвешивается у нас по Вичдоктору. Ну, в принципе, тут все уже понятно. Хотя Амирана бралась неплохо. Раски с Старштормом разорвала бедного Оракла. И пробила неплохо Дума. Но все-таки Спектра жива. Спектра уже после Айегиса. Ну и Шива появляется у нас у Бестмастера. Ну, в принципе, Шадоус, Тейкос сныкались в Инвизе. Молодцы. Стан очень качественный по Спектре. Ничем он не помогает. Ну и просто застрел Ге-Ге. В ВПМ ставится пауза. Ну и, в принципе, Левая тут уже Бэтрайдер. Пауза ставится автоматически для тех, кто не в курсе. Ну и Ге-Ге-ВПМ. Первая карта за Теринг. Оранжи отыграли весьма уверенно. Весьма классно. Ну... Да, Миран с Аганимом. Но все-таки Вэйл был лишним. Был бы бил более стандартным. И... Ну, неудачно как раз кедрались у нас Экон. Заходили частенько. Они довольно-таки далеко. Там Бэтрайдер нырнул в соло. При том, что Тиммейт отошли и погиб. Клаквер там загулял. Потом Бэтрайдер еще раза два поймали. Ну и такие вот ошибки привели к поражению. Потому что с такими вот героями нужно заканчивать игру. То... Продолжение следует...